Всем привет! Ничего не стоит на месте, все меняется, только привыкли мы к тому, что все меняется очень медленно и незаметно для нас. И это вполне нас устраивает, так как не приносит нам особых неудобств. То же самое и с зарплатами. То, как менялись цены на продукты за последние 15-20 лет, вас очень удивит. И вы удивитесь от того, что в 96-м году люди получали заработные платы в среднем по 200 гривен, и это не шутки. В России же ситуация почти такая же, если не хуже. Так, рубль девальвировался по сравнению с 91-м годом в десятки раз. Люди стали получать зарплату десятками тысяч рублей, а при совке получали просто десятками, по 120-200 рублей на месяц. Что можно было купить на 10 гривен в 1996 году, а что можно купить на 10 гривен сейчас? Этот сюжет также применим и к российскому рублю, и посмотрев его, можно представить себе в голове похожую картинку. За 10 гривен в 1996 году можно было купить в 20 раз больше, чем сейчас. За последние 20 лет гривна по отношению к американскому доллару обесценилась 15 раз. А самое резкое падение национальной валюты было отмечено в 2008 году и 2014. Наиболее резкая украинская валюта девальвировала в 2008 и 2014 году. Соответственно, через каждые 4-6 лет на 1 гривну можно купить все меньше и меньше товаров. В течение всего этого времени, соответственно, и выросли зарплаты со средних 200 гривен до 5000. Сейчас и поверить сложно в то, что зарплата в 1996 году была 200 гривен. Однако цены всегда опережали рост доходов населения. Раньше на 10 гривен можно было скупиться продуктами на целые выходные. Сейчас же и пачки масла не купишь. Один известный специалист проанализировал уровень жизни сейчас и 10-20 лет назад. И сравнил количество купленных товаров на 10 гривен. Батон в 1996 году стоил 32 копейки. Сейчас он стоит 8 гривен. Молоко 1 литр в 1996 году 90 копеек. Сейчас примерно 25 гривен. Черный чай 200 грамм 4 гривны. Сейчас 30 гривен. Подсолнечное масло рафинированное 1 гривна 80 копеек в 1996 году. Сейчас 35 гривен за 1 литр. Картошка 1 килограмм в 1996 году стоила 60 копеек. Сейчас же картошка стоит 60 раз дороже 6 гривен за килограмм. Гречка в 1996 году 1 килограмм 60 копеек. Сейчас же самую дешевую гречку можно найти за 25 гривен килограмм. Сахар в 1996 году стоил 70 копеек за 1 килограмм. Сейчас он стоит 16 гривен за 1 кило. Килограмм соли 30 копеек в 1996 году. Сейчас Артем соль можно купить за 3 гривны 60 копеек за 1 килограмм. Плитка шоколада стоила в 1996 80 копеек. Сейчас же шоколад Курашен в среднем 90 грамм можно купить за 17 гривен. На основании этого исследования можно сделать вывод, что на 10 гривен в 90-х можно было скупиться так, как это невозможно сейчас. Например, в 1997 году мужскую футболку можно было купить за эту сумму, то есть за 10 гривен. Сейчас же такая стоит целых 300 гривен. До 1998 года на десятку можно было заправить целых 17 литров бензина. Сейчас такая заправка обойдется вам в 390 гривен. И это можно понять даже без специалиста. По словам эксперта, резкое снижение покупательной способности гривен состоялось, с одной стороны, из-за увеличения потребности импорта. С другой стороны, из-за непродуманной экономической политики в стране. Также, по его мнению, на рост цен на вещи и продукты повлияли не только украинские внутренние проблемы, но и мировые экономические тенденции. В конце 90-х на Украину и Россию распространился кризис. В 2008 году кризис США и странах ЕС. Из-за мировых кризисных явлений и развития технологий обесценивались также и твердые валюты доллар и евро. Например, в 1990-х годах в США можно было купить турецкие джинсы всего за 7 долларов. Сейчас там такие же джинсы дешевле, чем за 15 баксов, трудно найти. На цену техники влияет также развитие технологий. Например, машины в базовой комплектации становятся более оснащенными системами безопасности. А бытовая техника рассчитана на большее количество микросхем, утверждает специалист. Хорошо, давайте сравним, что можно купить на 100 гривен, чтобы представить себе более приближенную к нашим дням картину. В 1996 году за 100 гривен можно было купить 10 килограммов гречки, столько же килограммов свинины и картофеля, и еще и оставались деньги. В 2008 году после очередного приседания гривны можно было приобрести по 2 килограмма этих продуктов. А сейчас 100 гривен – это просто карманная мелочь. Максимум килограмм свинины и картофеля и полкило гречки на один раз поесть. Раньше за 100 гривен человек работал почти целый месяц. На сегодняшний день за 100 гривен человек работает лишь полдня. И складывается такое впечатление, что скоро 100 гривен будут лежать у нас в кармане, как та затертая такая вся, знаете, гривночка, которая даже если и выпадет из кармана, то ты ее и не заметишь. Думаю, все встречали купюру в одну гривну, которая вся трухлявая и рассыпается на части. Обесценил гривну политический популизм, коррупция на всех уровнях и экономические просчеты. Ведь зарплаты и пенсии росли, как правило, до выборов, а не благодаря экономике. Убытки приближенных к власти частных банков покрывало государство, золотовалютные резервы транжирили. И по причине всего этого включали печатный станок. В других же странах за 100 гривен можно купить и того меньше. В Греции на 100 гривен вы купите рис и манго. В Норвегии йогурт, два банана и два яблока. Во Франции литр молока, 10 яиц и 50 грамм сметаны. За 1 доллар в Украине можно купить 2 пачки молока, 3 буханки хлеба, 50 таблеток валерьянки и билет в музей. Это, конечно же, шутка. Колебания курса доллара также становятся уже довольно привычным делом. 1 доллар сейчас равен 27 гривен. За эти деньги, к примеру, можно проехать дешевым такси 3-4 километра. Это стоит 25 гривен. Или час за эти же деньги можно покататься на ледовых или роликовых коньках в торгово-развлекательном центре. Правда, это будет возможно только рано утром в будние дни. 25 гривен за час катания вместо около 70 гривен в ходовое время. Из еды можно подкрепиться, либо попить в фастфуде. По 23-25 гривен стоят гамбургер, большой картофель фри, апельсиновый сок или капучино. А некоторые столичные парикмахерские предлагают помыть голову за 25 гривен. Также 1 доллар в день обойдется поездка на работу в Киев для жителей близлежащих пригородов. Маршрутка 9-10 гривен в один конец, плюс расходы на гортранспорт. И мы даже уже забыли, что в 2015 году доллар стоил 22 гривны. Какая же короткая у нас память. В итоге доллар снова начал ползти вверх. И американская валюта подорожала к январю 2016 года до 28 гривен. Однозначный вывод, больше всего по карману ударят развлечения. Например, бокал вина за доллар вам уже в кафе не подадут. Минимум нужно полтора доллара. Бокалов пива выпейте один, а не два. Меньше теперь купим и хлеба, молока, яиц, сыра и круп. Подорожали и лекарства, например, валерьянка в таблетках. Четко отследили рост курса продавцы минеральной воды и кофе. А также букинисты, торговцы старыми книгами и печатными изданиями. Их товара на доллар можно купить столько же, и сдачи не будет. Зато проезд в метро и троллейбусах, автобусах стал в долларах дешевле. Ибо цены на них, по крайней мере в Киеве, за полтора года не изменились. Кроме маршруток, которые подорожали в среднем на 20%. Реальные же заработки стали меньше. За полтора года выросли не только курс доллара и цены, но и зарплаты. Средние зарплаты стали в 5000 гривен. Однако, если сравнивать их с зарплатами прошлых годов, то на те зарплаты можно было купить больше. Хотя зарплаты были меньше в эквиваленте. Этот сюжет также применим в какой-то степени и к российскому рублю. Он также обесценился. Хотя, может и не все так плохо. Но почему-то, всегда зарплаты догоняют цены в последнюю очередь. И никогда не бывало в истории такого, чтобы сначала повышались зарплаты, и через каких-то пару лет повышались цены на продукты и обслуживание. Всегда есть нехватка денег. Возможно, это такой своеобразный закон природы. Или просто неизбежный экономический процесс. Ведь на всех, как известно, продуктов и благ не хватит. А вы как думаете, стали ли вы жить счастливее? По сравнению, например, с 2010 годом. Всего 7 лет прошло. Ведь счастье оно отражается на нас и в зависимости от счастья людей окружающих. Ну а на этом сюжет подошел к концу. С вами были Интересные Факты. На первой собственной границе Сашко купил себе фритюрницу. Твою мать! За 40 гривен штаны, блядь! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!